Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов, Комменбай. Приехали на очередной монтаж. Перед вами домик дачный из бруса. Внутри стоит печка огонь-батарея, девятая модель. Клиент к нам обратился, попросил поставить дымоход. Поэтому объект довольно тяжелый. Тяжелый почему? Потому что очень крутой скат крыши, градусов 60. И выходим мы не вдоль фронтона, а сбоку. Сбоку, когда выходишь на такой крышу, надо подниматься максимально высоко. И ставить дополнительные крепления. Поэтому покажу, что у нас получится из этого. Вот внутри дома находимся. Перед вами огонь-батарея и стена. Стена из бруса. Покажу, как можно сделать изоляцию стены и изоляцию деревянного пола. Сейчас я вам расскажу, что буду еще монтировать. Дымоход из нержавеющей стали будет. Миллиметровка внутри. 430-ка снаружи, 0,5-ка. Тоже 430-ка. Пятерка изоляции, 130 на 230. Будет тройник ставиться. Тройник. Разгрузочная площадка. Опора к стенке пойдет одна. В стене у нас будет противопожарный узел утепленный стоять. А и метраж. 4 метра пойдет у нас вверх. И одна в горизонте на подрезку. Переход 120 на 130. И что у нас еще? И мини-рит. Закончил я монтаж домохода на этом объекте. Домоход приставной. 130 на 230. Для печи огонь-батарея 9. Вот такая красота у нас получилась. Внизу стоит опорная площадка разгрузочная. Обязательно должна быть она. К сожалению, из черного металла. Ну, кризис все-таки дает о себе знать. С нержавеечки поставили крепление перед свесом. И одно крепление стоит у нас на кровле. Это крепление. Я увидел. С канала YouTube. Мастерская дымоходов. Парень из Украины делает хорошие вещи. Это можно еще посмотреть у него. И наверх поставили дефлектор. Везде миллиметровка стоит. И 230 снаружи. Пошлите в помещение. Сейчас я вам покажу. И расскажу, почему я поставила. 130 дымоход. Как пишет производитель. 120. Вот эту красавицу мы поставили. А теперь я рассказываю, почему дымоход надо увеличивать. У огонь батареи есть несколько моделей. 5, 7, 9 и 11. Они берутся к лобинникам. Просто говорим про модели. У всех у них стоит 120 выход. При этом камера сгорания увеличена. У 5, самая маленькая. Потом 7, 9 и 11. 5, 7 и 120 дымоход работают без проблем. У 9 и 11 моделей. Дымоход надо увеличивать. У ночи мало. Увеличивается камера сгорания. Увеличивается количество дыма. А дымоход остался тот же. Поэтому увеличивайте и спите спокойно. На этой модели я поставил 130. Но на 11 модели я ставлю только 150 диаметр. Потому что в 11 модели я один раз поставил 120 выход. И были проблемы. Поэтому чтобы этого не было, не возникало, ставьте, увеличивайте диаметр дымохода и спите спокойно. На этом закончили. Теперь расскажу, что у нас стоит на пол. На пол я положил минирит. Под миниритом. У нас два листа базальтового картона. И плюс стальной лист. Стальной лист толщиной 1 мм. Здесь не видно. И на стенке у нас станет тоже базальтовый картон. И за базальтовым картоном. Это экран с нержавейки. Здесь обрамление потом будет и снова уже минирит зазоры. Где вплотную он не соприкасается. Теперь можно в эту пичку использовать. Никаких проблем. Все будет классно. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Коммен Бай. Подписывайтесь на мой канал. Заказывайте мне монтаж дымоходов. Всем хорошего настроения. Пока.